10 минут до приезда на место ЧП и сразу на пожар. Сегодня по вводной проверка отлаженности действий караула. А дальше само тушение. Оно происходит в Тверицком бару. Для жителей Заволжи это территория отдыха. Она же место, где возможен лесной пожар. В Ярославле 386 гектаров лесного фонда. В Тверицком бару сегодня работали пожарные 103 муниципальной части. Опыт прошлого года, когда город был задымлен дымом пожаров в соседних областях, в этом учтен. Готовность жителей сообщить о пожаре не менее важна в борьбе с ним, чем выезд пожарных. Вероятность пожаров она всегда имеется. Поэтому исключать их нельзя. Сложная ситуация, когда уже снег сошел, но трава как раз сухая. И люди наши бросают окурки или просто выжигают траву. Для этих ЧП эпицентр не только апрель. Лето тоже. Смотря какой будет жара, погода предсказывается с точностью, но вносит свои коррективы природа. И география лесных массивов. Эта местность близкая к Яковлевскому бору. Здесь пожарный гидрант. Он же по внешнему виду естественный водоем. Каждый из сотен их в Ярославле нанесен на карту подъезда к вероятному пожару. Сюда может спокойно подойти пожарная машина. Если этот участок будет где-то какое-то возгорание, то непосредственно, чтобы не возить воду за несколько километров, мы можем использовать этот водоем. Для оперативности и согласованности своих мер с жителями пожарные подготовили всю документацию. Рекомендация не посещать леса в жару, когда они могут вспыхнуть от одной спички. Евгений Полковников, Александр Быков, Городской телеканал.